Всем привет! Меня зовут Алена и сегодня говорить о плохих привычках в еде, о том, как я когда-то через это, наверное, прошла и что мне помогло. Также в конце видео я отвечу на ваши вопросы и мы с вами разберем именно ваши конкретные случаи, почему вас не получает это сделать. Может быть, кто-то мешает, кто-то как родители, например, как у многих, как оказалось. Хотя я вас тоже полностью понимаю, потому что мои родители тоже очень любят есть такую не всегда полезную пищу. Поэтому, думаю, начнем с какого-то моего опыта, чтобы вы понимали, с чем мы имеем дело. А имеем дело мы с, наверное, килограммом печенья, после всех приемов пищи, после ужина килограмм печенья, шоколадки целиком, с чаем, наверное, с одной кружкой даже. И за просмотром сериалов или фильмов, не помню, что я там смотрела, но, наверное, где-то с 6 по 8 класс моя жизнь проходила именно так. И в конце дня я всегда объедалась чем-то сладким или очень любила чипсы, например, смотреть под ранеток. Да-да, я тот человек, который очень любил смотреть и прыгал на кровати под ангелы, которые играли. Ну, это было очень прикольно, и для меня был какой-то ритуал, наверное, это есть чипсы. Причем, особенно, когда, знаете, начинался сезон, первая серия, там, не знаю, сколько там было сезона, третьего сезона. И ты сидишь, и я очень обжаловалась с беконом, и I don't know why, и ты берешь, и, ладно, ты потихоньку ешь. И вот сейчас я понимаю, насколько я... Что я делала вообще, блин? Но мне это нравилось, и когда это входит в привычку, ты уже не можешь так быстро отказаться, потому что это привычка. Соответственно, нужно было что-то делать с этим, когда я стала уже big size какой-то непонятной, и я решила, что да, нужно начинать питаться относительно адекватно и исключить это огромное количество сладостей вечером, и, ну, в принципе, сладостей в таком огромном количестве, потому что даже если бы я эту порцию съела за весь день, это уже было бы too much. А я это ела после всего, что я съела, и я, например, когда маме рассказывала, такая, ну да, я помню это. Я такая, ну, что думаешь по этому поводу? Ну, типа, я не замечала, ну, ешь и ешь. И мама даже говорила вот в этой поездке, когда мы сидели, если она говорит, она мне пересматривала фотографии, слушай, ты таким пухлечком была? Я такая, да! Почему-то я так не замечала, почему-то мне не, не знаю, не покупала этого, что ли, а наоборот это делала. Но, как бы, время проходит, и все мы становимся чуточку умнее, чуточку мудрее, поэтому сегодня мы с вами поговорим о том, как же избежать того, той ситуации, когда вы неожиданно стали big size, когда вы ели всякую гадость. И сейчас, когда прошло уже какое-то количество времени, с того момента, как я, я бы сказала, не ела какую-то гадость, хотя говорить о том, что я это давно не делала в Гребу, потому что я недавно была в Париже, и, конечно, там были круассаны, там были багеты, там было огромное количество сыров. Но, что могу сказать, ваш организм намного лучше начинает с этим справляться, когда он привыкает к овощам, причем к овощам особенно сырым, потому что у них большое количество клетчатки, которые как раз-таки способствуют тому, чтобы ваш организм работал беспребойно, и вы чувствовали достаточно большое количество сил, большое количество энергии. Когда вы чувствовали себя хорошо, когда у вас действительно хорошее настроение, всегда, конечно, периоды бывают разные, ситуации бывают разные, но в целом я действительно чувствую, насколько я лучше воспринимаю себя, и насколько мой организм мне благодарен. Потому что, например, раньше у меня были такие проблемы, как спонтоотделение, вот у меня могло постоянно пахту, у меня были постоянные круги под подмышками. Во-первых, это были гормоны, потому что я росла, как бы, я не говорю, что это не нормально от потери, это абсолютно нормально, но просто тогда это было в каких-то огромных масштабах. Сейчас, наверное, такого нет, мое тело, мне кажется, вообще вообще не выделяет пот, но только когда я на жире. А на жире я почти не появляюсь, потому что я этого не люблю. Мой организм, я бы сказала, больше стабилизировался, что ли, и нашел какую-то более-менее гармонию с тем, какой он есть и как он работает, потому что я стараюсь все равно к нему прислушиваться, если я понимаю, что, например, вчера у меня заболел живот, там, от чего-то, нет, это дело, сегодня я это не буду есть, видимо, моему организму сейчас это не надо, или у него бывало что-то не очень хорошее, он мне давал знак, что так, стоп, так, стоп, погоди, пока, да, я переработаю, да, не фихай меня больше ничего. То есть ты, когда переходишь на более адекватное питание, которое ты понимаешь, что ты ешь, по крайней мере, твой организм начинает тебе отвечать, и ты начинаешь понимать примерно, что для него лучше, что для него хуже, что вам больше нравится, что вам меньше нравится, и это определенного рода очень хорошо, потому что вы все равно хотите сделать только лучше для себя, и ваш организм у вас один, и ваше тело у вас одно, поэтому давайте мы будем помогать, я считаю, мешать ему не надо, он как-то, мне кажется, сам найдет то, что ему помешает. Первое, что мне помогло, это изучить то, что мне нравится, то, что мне нравится в хорошей пище. Я, например, всегда была фанатом тушеной капусты, не знаю почему, но я всегда настолько сильно обожала, что когда я подумала, блин, ну надо как-то, знаете, с жареной картошки, которую любил готовить папа, перейти к тушеной капусте, которую готовила мама, потому что у меня родители, в принципе, питаются вместе, но мама, например, она очень любит овощи, и из-за того, что у нас есть огород, у нас почти есть круглосуточная, круглогодичная возможность есть овощи и фрукты, потому что мама много чего замораживает, и, ну, как бы, и, соответственно, из этого готовит, поэтому я такая, мам, приготовь мне тушеную капусту, она такая, хорошо, и, как бы, моя мама, на самом деле, я думаю, даже радовалась, потому что я начала больше есть именно той пищи, которую она готовит, потому что она обожает все тушеное, то есть там даже картошку ту же самую потушить как-то очень круто, с грибочками, еще с чем-то, поэтому в этом плане мне очень повезло, у меня мама сама фанат такой пищи, которая такая полужидкая, полусваренная, полустушеная, с каким-то специями и так далее, поэтому это был для меня отличный вариант для того, чтобы начать, для того, чтобы действительно полюбить овощи, полюбить фрукты, ну, окей, мы пока что говорим об овощах, овощи во всех тех полюблениях, которые не могут быть, и вы должны, правда, понимать то, что если вам не будет нравиться вкус, и я это понимаю, все это понимают, что если вам не будет нравиться вкус, вы, соответственно, не будете это есть, то есть, например, если вы не любите фасоль, то хоть сколько вам ее пихаете в пищу, вы не будете ее любить, но если вы, например, попробуете ту же фасоль в каком-то том проявлении, в котором вам больше нравится, например, мне очень нравится фасоль та же, например, с рисом, это реально очень классная вещь, Или фасоль с овощами. Я в принципе люблю фасоль, поэтому мне входит во что пихни, во что она и будет вкусная. Но вы для себя тоже найдите какие-то такие сочетания, от которых вы реально будете очень сильно кайфовать. Потому что я, например, сейчас, вот именно в данный момент, обожаю помидоры. Просто в сыром виде. Мне очень нравится их вкус. И также, например, я научилась готовить хукус. Опять же, нереально полезная вещь. Не скажу, что она очень сложно готовится, но не скажу, что это делается вот так. Но, тем не менее, это то, что стоит моего времени и стоит его внимания, которое я потом имею наслаждаться. Поэтому, первый, наверное, такой пунктик, который я для себя выявила, тащите ту еду, которая вам действительно нравится. Которая будет приносить вам столько удовольствия, и чтобы это была как бы... Я не хочу длить на хорошую и плохую еду. Вы понимаете, что я подразумеваю под тем, что хорошие, да, овощи во всех проявлениях, крупы во всех проявлениях, сваренные, стушеные. Для лишнего, так скажем, масла, для лишнего жира и так далее. То есть я подразумеваю вот это под хорошими продуктами. Под какими-то полезными альтернативами, возможно, того, что вы прям офигеть как любите, но это не полезно. Кушайте чаще. Я уверена, вы миллион раз слышали этот совет, что кушайте чаще, не дождайтесь того момента, пока вы просто голодны настолько, что вы готовы съесть весь холодильник, потому что вы съедите больше, чем вы хотите. Будьте в этом уверены, не сомневайтесь. И следите за тем, что вот вы, например, знаете то, что после, не знаю, грубо говоря, овсянки по утрам, вы там через 2 часа будете с том, с суперкиным голодным. Окей, тогда через 2 часа будьте готовы, держите на готове какой-нибудь снэк, который вы сидите и который утолит вот это вот огромнейшее чувство голода, что вы дождались, например, до обеда и поели. То есть, опять же, изучайте свои пищевые привычки, подстраивайте их под свой рейт. То есть, если вы, например, работаете, я все понимаю, я тоже работала, у меня тоже не было возможности много готовить, у меня не было возможности, не знаю, питаться там по часам, как некоторые делают и так далее, не было. Но вы понимаете, что, например, на первом перерыве вы не очень хотите есть, но вы в то же время понимаете, что следующий перерыв у вас будет дохрена как далеко. Но просто съешьте что-то, что будет приятно, не будет придавать тяжесть, но тем не менее сохранит у вас чувство легкого голода до следующего перерыва, а не будет вас настолько изнемогать, что вы такие, аааа, еда, и просто будете съедать реально все, что вы видите. Ребят, так не делается. Пора уже повзрослеть и начать относиться к своему организму не как к тому, что вы сможете его поменять, обновить и так далее. Нет, вы не сможете, он у вас один. И заботиться о нем сейчас или заботиться о нем потом с таблетками, это уже ваш выбор, и вы его делаете. И также я очень хочу сделать видео с какими-то простыми снэками, которые вы можете приготовить, потому что я одно время готовила снэки, себе на работу брала, и я готовила их, например, в один день, но готовила на, например, целую неделю, то есть брала по одному снэку и носила с собой. Поэтому я тоже думаю, я что-то подобное придумаю и сделаю какое-то мини, возможно, рецептное видео. Поэтому если вы его хотите видеть на моем канале, то, пожалуйста, как-то оставьте мне какой-то фидбэк в этом плане, потому что я буду, правда, очень счастлива понять, что вам эта тема интересна, тема питания, которую я все-таки планирую понимать на своем канале, потому что это осознанное потребление пищи, и это достаточно важно. Я заметила это также во Франции, как, например, те же французы едят. Но, ребята, это совсем не так, как у нас происходит, и я бы сказала, что я бы хотела взять какую-то долечку из того, что делают они в свою жизнь. И если вам это интересно, то я об этом с радостью расскажу, и с радостью, возможно, проведу наш какой-то эксперимент, в котором я попробую это к себе применить. Следующая вещь – это научитесь готовить любимые блюда. Если вам что-то понравилось, то научитесь это готовить сами. И делать это в более полезной альтернативе, то есть с меньшим количеством масла, к примеру. Я не говорю, вы его убираете, я говорю, с меньшим количеством масла. Или, например, с меньшим количеством майонеза, или с домашним майонезом. То есть, понимаете, о чем я говорю? Если вы любите жареную картошку, окей, попробуйте ее сделать сами. Но вы выберете то масло, которое вам больше нравится, вы добавите его чуточку меньше, потому что не нужно так много масла. Вы добавите те специи, которые вы хотите. Да, вы потратите на это больше времени, я не спорю. Но это будет того стоить. И если у вас нет времени на готовку, то идеально подходит сырая еда. Под сырой едой я имею в виду овощи, которые вы можете просто порезать и поесть. Многие скажут, Ален, я не наемся. Окей, вы не наедитесь, они помидором. Но если вы съедите килограмм, если у вас есть на это время, то, блин, вы наедитесь. И если вы едите не просто, например, помидоры, а порежете еще, например, какой-нибудь копченый тофу, который вы купили в упаковке, то вы наедитесь. Или, например, к этому тофу добавите еще кусочек цельнозернового хлеба. То есть просто сделать небольшой бутербродик и поесть это с овощами сырыми. И для этого не нужно идти в Макдональдс, понимаете? Потратьте вы на это денег столько же, но тем не менее это будет здоровый перекус. Для этого не потребуется много времени. Вопрос не в том, что вы не можете найти время. Вопрос в том, что вы не хотите его находить. Подумайте об этом. Найдите свой способ заниматься готовкой с удовольствием. Некоторые слушают подкасты, некоторые создают нереальную атмосферу на кухне. Мне вот эта атмосфера, кстати, очень помогает, когда я все разложила, все помыла, у меня все чисто, и я такая, new fresh, начинаем. И я начинаю готовить, и мне это очень нравится, и затем обязательно все за собой сразу убирайте, потому что когда это остается, это нехорошо. Это все потом мешает в голове, и вам будет совсем с этим некомфортно. Найдите свой способ готовить в удовольствие, и тогда готовка не будет таким большим делом для вас. Думаю, вы уже поняли, что диета не работает. И их пробовать, это просто похудеть, например, на какую-то неделю, грубо говоря, и затем снова стать больше. Пожалуйста, заботитесь о своем организме. Еще раз повторюсь, он у вас один, и вы у него одни. Заботьтесь о нем. Пожалуйста, он вас любит. Полюбите же уже, наконец-таки, и вы его. И когда вы идете в магазин, составляйте план, который вы хотите. Помните, опять же, о том, что то, что есть у вас дома, то, что есть у вас в холодильнике, то вы и будете есть. То есть, если вы не хотите есть чипсы, не покупайте чипсы. Также мы сейчас перейдем с вами к разделу вопросов. И там, кстати, очень часто мне говорили, что они начинают есть какую-то вредную, неполезную пищу. Сладости, вкусности, всякие кондитерские вещи, чипсы и так далее. Потому что родители это покупают. Ребят, вас никто не заставляет есть то, что купили ваши родители. Вас вообще, в принципе, родители не могут заставить что-то есть. Да, они могут сказать, быстро ты это съел. Ты можешь сказать, я не хочу. Быстро это съел. Я не хочу. Быстро доел. Быстро то. Я не хочу. Я доелся. Я доел позже. Вы можете это ответить. Ребята, у вас есть на это право. Вы можете сесть, поговорить с родителями, сказать, можно я буду есть столько, сколько я наедаюсь. Я не хочу переедать. Можно мне сделать чечку порцию поменьше. Давай я сам приготовлю. Вы можете это предложить. И если вы, опять же, учитесь еще в школе, и ваши родители диктуют вам, как вам питаться, окей, сядьте и поговорите с ними, и попробуйте у них понять, выяснить, почему они думают, что это стиль питания правильный. Почему они, на что они опираются. Покажите им какие-то данные. Покажите им составы. Покажите им, что вы понимаете, что вы делаете. Покажите им, что вы не делаете это, потому что просто, не знаю, вам пришло это в голову. Покажите им то, что я делаю не пустую вещь. Это не просто из моей головы. Смотри, родитель, вот, вот тут написано, например, на упаковке какое-то или какое-то исследование. Ребята, разговаривайте с родителями. Я понимаю, это страшно. Я правда понимаю, я сама не люблю говорить со своими родителями. Но, тем не менее, когда вы чувствуете, что вы правы, и от этого зависит то, как будет чувствовать ваш организм, то, пожалуйста, говорите об этом со своими родителями. Усказывайте свою точку зрения и говорите о том, что родитель, давай я попробую. Родитель, дай мне шанс. Проявляйте какой-то свой голос. Потому что, если вы сейчас что-нибудь будете делать, потом будет еще сложнее, наверное, это сделать. Давайте перейдем к вопросам. Не знаю, чем заменить вредную еду. Полезной едой! Мне говорить это просто, потому что я действительно обожаю овощи, обожаю фрукты, обожаю вот эти все снеки полезные. Я считаю их действительно более вкусными, нежели что-то вредное. Во-первых, потому что я очень давно не ела что-то вредное. То есть, мои вкусовые рецепторы, в принципе, отвыкли от того, чтобы есть что-то вредное. Поэтому для меня, как отличный перекус, потому что здесь шла речь именно о перекусе, это либо протеиновые батончики, хотя сейчас я их стараюсь не есть, потому что там животный белок. Но, тем не менее, если вы прекрасно относитесь к молоку, к яйцам и так далее, то протеиновые батончики, протеиновые печенья, если что, ссылка на бомбар и на скидку я тоже оставлю в описании, потому что это отличный вариант перекуса. Да, он чуточку дороже, я согласна, но вы потратите больше денег, но с большей пользой, вы понимаете? И вы съедите меньше, но полезную еду хотя бы относительно. Фрукты и ягоды. Как люди это не любят? Опять же, вопрос к вам, ребят, найдите свой фрукт, найдите свой способ его, так скажем, приготовления. Например, если запечь яблоко с корицей, это же восторг, это реально восторг, попробуйте. Также, конечно, сухофрукты. Это инжир, это финики, причем финики можно попробовать заморозить, когда они вообще как конфетки сладкие становятся. Попробуйте, ребят, пробуйте. Сразу не говорите, что я не знаю, я не знаю, я не знаю. Попробуйте. Просто попробуйте. Если вам не понравится, то it's ok, можно попробовать что-то другое. Но если вам понравится и вы потянете, то поверьте мне, ваш организм скажет вам огромное-огромное спасибо. Очень-очень часто мне говорили, что окружение меня не понимает, окружение не хочет связаться правильно, окружение как-то осуждает меня. И причем под этим окружением, я уверена, вы понимаете друзей. Ну, по крайней мере, большинство, скорее всего. Мне кажется, это очень нелогично, когда друзья вас не понимают и друзья не могут вас поддержать. В том, что для вас важно и важно тем более для вашего организма. В таких случаях я, конечно, сказала, что все-таки это выбор каждого. Если вы для себя решили, что да, я хочу питаться более адекватно, более здоровой пищей, то есть есть какой-то фастфуд, не есть эти тренд жиры, поменьше сахара, то это личный ваш выбор и другие люди не должны на него влиять. Если вы видите какие-то косые взоры друзей, если начинаешь что-то говорить в вашу сторону, вы скажите, вы мне друг или нет? Вы меня поддерживаете или нет? Это мой личный выбор, поэтому если ты друг, ты его поддержишь, выбор. Если нет, то какой из себя друг и что от тебя вообще ожидать, когда ты, например, чувствуешь себя плохо, поедая ту еду, которую ест твое окружение, когда ты понимаешь, что тебе хочется другой еды, но ты не можешь это есть из-за этого окружения. Ну согласитесь, это немножко все-таки нездоровая ситуация в ваших отношениях, поэтому я советую как-то пересмотреть, обсудить эти ситуации, эти моменты. Да, это непросто, я понимаю, я понимаю, я реально понимаю, что это непросто, что окружение реально в большинстве случаев в своем очень сильно давит. Но если вы не решаете, опять же, решать эту проблему сейчас, то потом вы через пару лет проснетесь big size и с плохим самочувствием, с плохим здоровьем, потребляя еще по 10 таблеток в день, ну надо вам это? Я думаю, что нет. Поэтому лучше сейчас не берегу, так скажем, это все обсудить, понять, точки над и подставить. Как научиться есть в меньших количествах? Тоже вопрос. На самом деле он меня тоже очень сильно интересует, потому что в этом плане все-таки я еще учусь. Я понимаю, что я очень часто иногда переедаю, но я переедаю, например, помидор, переедаю огурцов. Я понимаю, что как бы это абсолютно не смертельно, это и так далее. Мне просто нравится есть. В последнее время я начала практиковать то, что вот я поела, я чувствую, все, я наелась, окей. И если я чувствую, что у меня в голове говорит, съешь еще одну помидорку, съешь еще одну помидорку, съешь еще одну помидорку. Я такая, так, Алёна, стой. Они у тебя лежат в холодильнике, у тебя еда не закончилась. Ты просто съешь их через часик, когда эта еда уже хотя бы частично переварится. Алёна, еда не убежит. Алёна, еда в твоем холодильнике, ее никто не съест. Она у тебя всегда доступна. Не переедайте, потому что еда не закончится. Вы можете не доесть, прикрыть тарелкой, доставить в холодильник и доесть чуть позже. Когда вы снова либо проголодаетесь, либо почувствуете, что еда уже как бы покинула первый этап вашего пищеварения. И вы чувствуете себя нормально для того, чтобы поесть еще. Понимаете, о чем я говорю? Еда не закончится. Старайтесь начать воспринимать еду как то, что просто утоляет ваш голод. И все, вы отложили. Она всегда будет стоять в вашем холодильнике. Вы всегда сможете ее продолжить доесть или снова поесть и так далее. Примите этот факт. И мне надо тоже принять этот факт. Ем, когда нервничает. Я вас понимаю. Вот есть люди, которые нервничают и не едят. Есть люди, которые нервничают и едят. Я тот человек, который нервничает и ест. Что мне в этом плане помогает? Есть при этом помидоры или огурцы. Или что-то такое, что тебя быстро наполняет, но при этом очень такое легкое, достаточно и быстро переварится. То есть этот стрессовый период вы поели, но поели как бы нормальной еды, которая чувствуется. Потому что если вы, например, едите чипсы, мне кажется, их можно съесть вообще бесконечное какое-то количество, и вы даже не чувствуете особо сытости. Поэтому выберите какую-то более полезную альтернативу или чем-то займитесь. То есть пойдите в зал и выплесните энергию таким образом. Еще один вопрос. Здоровой пищей не наедаешься. Ешьте больше в количествах. Видимо, вы просто съедаете недостаточно. И это еще сидит психологически, и вы не чувствуете сытость именно поэтому. У меня у мамы иногда так бывает, но просто потому, что она действительно, я с как-то очень маленькими порциями. На этом все. Видео получилось уже очень долгим. Если оно было интересным, то, пожалуйста, поддержите меня пальцем вверх. Я буду, правда, этому очень рада. Подписывайтесь на мой канал, на мой инстаграм. И увидимся с вами очень скоро. По поводу снеков также мне отпишитесь. Этот стиль камеры говорит мне, что она перегрелась. Я просто ненавижу. Но так вот, о чем мы говорили. Если у вас есть какие-то рецепты снеков, которые вы готовите, которые очень легкие, которые очень классные и очень круто будут, если они еще будут веганскими. Даже если нет, то все равно делитесь ими в комментариях. Я буду очень рада. Возможно, какой-то из ваших рецептов я возьму в свой рецепт и использую его уже на видео. Еще разочек спасибо. Я вас люблю, обожаю, целую. Просто дарю свои объятия на расстоянии. И, знаете, я вас всегда жду в моем уголочке, в моем огонечке, так скажем, который присутствует на моем канале. И увидимся с вами очень скоро. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok